Игнат Буйницкий родился в 1861 году в имении Полевочи Глубокского района Витебской области, в шлихетской семье. Получил актерское образование, посещая частную драматическую студию в Вильнюсе. В 1907 году Буйницкий вместе с дочерьми Вандой и Еленой создал в своем имении любительскую труппу. Отличительной чертой выступлений было то, что со сцены звучал белорусский язык и исполнялись народные танцы. Со временем коллектив Буйницкого начал приобретать популярность, и сельских артистов пригласили принять участие в первой публичной белорусской вечеринке, которая прошла в Вильню. Выступление труппа было настолько успешно, что Игнат Терентьевич решил создать профессиональный театр. Уже к лету 1910 года ему удалось сформировать постоянную труппу. Театр много гастролировал по Беларуси, дважды выступал в Петербурге, а также в Варшаве. Во время представлений сначала читались стихи, после шел сам спектакль, затем хор исполнял народные белорусские песни, а в финале на сцене появлялись танцоры. Это был первый профессиональный белорусский театр в 20 веке. Труппа просуществовала до 1913 года. Из-за материальных трудностей ее пришлось распустить. С началом Первой мировой войны Буйницкий был мобилизован, однако даже в армии продолжал устраивать представления для солдат. А в 1917 основал в Минске Первое товарищество белорусской драмы и комедии, на базе которого возник Национальный академический театр имени Янки Купалы. В том же году Буйницкий скоропостижно скончался в Палачанах во время танцевальной репетиции. Его слова «Я танцов и помру» оказались пророческими. Игнат Буйницкий был одним из первых, кто взялся за возрождение белорусского театра. Он не только изучал белорусский народный танец, но и вывел его из деревень на большую сцену. Игнат Буйницкий – человек, изменивший мир.